Опыт проведения молодежных чемпионатов у Таллина уже есть, но вот возвращение топ-турнира фигуристов пришлось ждать 12 лет. На 4 дня более 160 лучших фигуристов Европы заполнили Тонди Раба, поэтому все соревновательные дни пользовались успехом у местных болельщиков, но особенно дни с участием эстонских спортсменов. Наибольший успех чемпионат принес россиянам. В катании пар и одиночном женском катании они даже заняли весь пьедестал. Казалось поначалу, что наши отстали. В короткой программе Нина Петрыкина заняла лишь 17 место. И тут произошло чудо, которое мы будем помнить долго. Мало того, что в произвольной программе спортсменке удалось кататься именно вдохновенно, установить личный рекорд и в итоге занять 8 место, но возможно у нее получилось обеспечить и путевку на чемпионат мира. Мы сохранили свои позиции. У нас было 2 места на Европе и сейчас у нас тоже 2 места. Это самое, наверное, главное, что мы не опустились ниже. И всегда приятно, в общем-то, стабильно находиться в десятке. Как на прошлом чемпионате, так и на этом. Я думаю, что это очень важно. На чемпионате дебютировал и Арлет Леванди, улучшивший свою позицию после произвольной программы и занявший итоговое 14 место. Но, как говорится, какие наши годы. Они обязательно придут в места на пьедестале. Ведь есть с кого брать пример. Его тренер, а по совместительству и мама, спортсменка выдающаяся, заберет свои карьеры. Анна Леванди привезла серебро с чемпионата мира и 4 бронзы с чемпионата Европы. Восьмое и одиннадцатое место в конкуренции в Европе. Я считаю, что это отлично. Это отлично. Восьмое место Нина Бетрекиной дает возможность на следующий год также выступать двум девочкам. То есть два места на Европе. Остальные имеют одну квоту. Но это, как говорится, не предел. И ребята сами понимают, что нет ничего невозможного. Надо только хотеть, верить и много очень работать. Еще одна ученица Анны Леванди, Эвалотта Киебус, упала в одном прыжке и провалила другой. Но у нее бойцовский характер. И все верят, что она подготовится за время оставшейся до Олимпиады в Пекине. Этому помогут и новые коньки, которые уже доехали до Таллина. И теперь их нужно обкатать. Вчера галоконцертом завершился чемпионат Европы. А уже сегодня начинается чемпионат четырех континентов. И где теперь эти скептики, которые иронизировали над нашим Тонтираба и высмеивали мечты эстонских спортсменов и тренеров о том, что тут будут проходить экстра соревнования. В общем, неделя большого фигурного катания продолжается. И центром ее остается дворец Тонтираба в Таллине. Лентровская, Михаил Владиславлев, Роман Васильев. Новости Таллина.